А не менее экзотическим будет и наш следующий репортаж о Массандре, который подготовил для вас наш корреспондент Александр Ткачев. Сразу за этим шлагбаумом начинается Ялтинский горно-лесной заповедник. По дороге, которая поднимается вверх, находится знаменитый Массандровский дворец. Менее популярны Массандровские или Воронцовские гороты. Для того, чтобы попасть туда, нам нужна маленькая неприметная тропинка, начинающаяся слева от дороги. Она пролегает по крутому склону, петляя между густыми деревьями. Но, несмотря на резкий подъем, дышится легко, чему способствует свежий горный воздух. Мы находимся в настоящем кедровом лесу. Большая часть этих благородных деревьев была посажена здесь в первой половине 20 века. Сегодня можно сказать, что кедр полностью натурализовался, потому что прекрасно размножается самосевом. Вот здесь небольшая группа самосевных кедриков. Часть из них имеет традиционную зеленую окраску, а вот этот единичный экземпляр окрашен в сизый цвет и называется глаука. Однако далеко не все сеянцы станут деревьями. Одни вытопчут, другая часть не выдержит конкуренции с остальными растениями. Посмотрите, как в этом лесу себя хорошо чувствуют кедры. Вот этому самосеву, наверное, года 3 или 4. Лет через 120 он будет большим и мощным деревом. Первоначально эти угодья принадлежали фамилии Воронцовых. Потом их выкупила царская семья. В советские годы здесь был организован санаторий для трудящихся, а потом резиденция для высших партийных чинов. Эти бетонные столбы – остатки ограждения сталинской дачи, которая располагалась на территории Массандровского дворца. Но интереснее всего арматура. Она без зазубринок. В таком виде ее выпускали до 40-го года. А я предлагаю пройти в глубину этого грота, где находится алтарь. С ним связана одна очень интересная легенда. Согласно поверью, в этом подземелье императору Александру Третьему явился дух крымского святого иеромонаха Матвея. Он предсказал скорую гибель в железнодорожной катастрофе под Харьковом всей царской семье. Но обещал отвести виду молитвами. И в действительности авария случилась, но никто серьезно не пострадал. В честь этого события император-миротворец велел в Массандровском гроте высечь крест и устроить площадку для моления. Ходы этих пещер очень лабиринтные. Здесь легко заблудиться. Есть даже легенда о том, что где-то здесь располагается вход в пещеру, которая своими лазами уводит далеко в подземелье Массандровского дворца. Если не потеряться и выбрать правильную тропинку, то по каменным лестницам через гроты и арки можно выбраться на самую вершину. Вот мы поднялись на вершину Массандровского хаоса. Здесь нас встречает можжевельник «Высокий», рымский эндемик четвертичного периода с уже созревшими шишкоягодами, потрясающая панорама Массандровского дворца и амфитеатр «Ялты». От красоты и свежего воздуха кружится голова. Здесь главное – не потерять равновесие. Слишком долго лететь до земли с каменных обрывов. Так что помним – техника безопасности превыше всего. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова